Нам нужно писать в пинограмму, пожалуйста. Передайте, передайте, передайте. Добрый день, спасибо, что дали возможность задать вопрос. Александр Чумаков, директор преподавателя высшей профилактики категории. Я не услышал ни одного момента о том, как именно проезд мусоровозов будет вредить экологией. В 2014 году инженерный вестник Дона Баковский журнал находится в рейнсе. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю сейчас. На основании его материала поступлены исследования о том, что на один километр пробега мусоровоз тратит порядка, извините, выбрасывает 60 грамм СО2 и 0,5 грамма свинца. Внимание, вопрос. Как этот вопрос, ну как вообще решить проблему с экологией, когда все эти мусоровозы поедут со всего севера Подмосковья именно в Сахарова? Второй момент, вторая ремарка. Дегазация. Квартира у меня откучена. Кучинский полигон. Не надо рассказывать, когда все хорошо. Там дегазация идет без фильтра. Запах вот такой. А по независимым оценкам, значит, порядка 50 веществ химических выбрасывается из факела без фильтра. Влияние к этому человеку непонятно. Так что хотелось бы очень точного вопроса. Очень точного механизма дегазации. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я, если не спор, с Вашего позволения, добавлю к Вашему вопросу еще один. Неплохо было бы нам услышать, а сколько вообще при планировой нагрузке будет мусоровозов в день проезжать? Это тоже, кстати, очень важно. Да, давайте мы это тоже слушаем. Пожалуйста. Можно я... Я, да, скажу про Кучино. Вы знаете, очень важный момент, извините. На Кучино у нас складируется 25 миллионов тонн отходов, которые формируются там с 54-го года. 90% отходов, которые формировались за счет того, что Кучино находится близко к Москве. Поэтому там в основном формируется Московский мусор. Не в этом смысле. Теперь, как только полигон закрыли, это биореактор. На сегодняшний день, вот теперь вы удивитесь, по исследованиям, полигон выделяет в атмосферу. Есть дегазация, нет дегазации. Вот там, вот тут процесс огниения биохимический. Валочный газ образуется, он все равно поры находит, как-то там не завалило, грунт, дом, чем-то он все равно находит поры, потому что там биореакция идет. И выходит, так вот, 5000 кубов в час, 5000 кубов в час газа выходила наружу. Это растворялось и распространялось по территории Москвы, Московской области. Абсолютно очевидно, что надо было использовать систему дегазации. Это единственный способ, который сегодня придуман. Система дегазации. То есть газ собирается надлежащим образом, при помощи бурения скважин на 25 метров, горизонтальном там, обменяем там дегоной трубы. Скважина заводится на компрессор, компрессор выдает этот факел, факел все это дело сжигает. Так вот, высокотемпературный факел, который сегодня там есть от 1000 до 1200 градусов, он на 99,9 в периоде уничтожает все ветные места. Анализ делали не по 50 компонентам, а 58 компонентов делали анализ. Этот анализ у нас на руках, я могу вам его предоставить сразу, я сейчас попрошу, чтобы мне его прислали, я перешлю его вам либо в WhatsApp, либо Telegram, либо почтой, чтобы вы посмотрели, что свалочный газ представляет себя, когда он входит в факел, и что он в себя представляет, когда он попадает в высокотемпературную переработку. Еще раз подчеркиваю, это свалочный газ. По поводу фильтра, вы говорите, на самом деле фильтр нужен, это будет... Мы, ничего по-другому вопросу, мы понимаем важность, просто чуть-чуть, покороче, скажем. Только коллег уже... Фильтр на самом деле нужен. Почему фильтр нужен? Потому что, если мы ставим туда газопрошневую станцию, потому что нужно сжигать тоже газ, особенно свалочный, при том, когда метан 54-56% более калорийный, чем тот, который со скважины добывается, простая газовая скважина, это, ну, не очень красиво. Поэтому ставится газопрошневая станция, вырабатывается электроэнергией, дается бесплатная электроэнергия, там, квартиры, домов. Ну, полигон Кучино сможет отопить порядка где-то 14-17 этажных домов, точнее, дать электроэнергию вообще без проблем. Так вот, как только мы ставим газопрошневую станцию, на самом деле там возможно выбраться. И вот как раз это поставил, я хочу сказать, почему это важно, это очень важно. И в проекте предусмотрена установка фильтров после того, когда будет поставлена газопрошневая станция. То есть газопрошневая станция придет этой осенью, она будет поставлена. И в конечном итоге будет поставлен фильтр, и тогда, опять же, выклад из газопрошневой станции, грубо говоря, как бы двигатель работает, будет норм. Теперь по поводу запаха, сейчас по поводу свалки или там всего остального, здесь ответа не будет, потому что у вас никакой свалки нет, никакого газа, ну, я думаю, это без меня ответит. Так вот, на самом деле запахи есть, и есть полтора, там, максимум два превышения ПДК. Это будет завершено только после того, когда закончится окончательная рекультивация полигона. Видите, как вас уважают? Возвратили покучено, а люди кричат, перебивают, потому что не можем уважать друг друга. Так вот, леквитируем полностью, сто процентов, когда пройдем полную рекультивацию. Надо закрыть весь полигон с полигонами. Вот, за него закроем плед, и сейчас мы это не делаем, потому что есть предпосылки определенные, что, ну, сами понимаете, как скрывать, целый полигон начнется. Спасибо, Асан Борисович, это, по-моему, не правда, это был действительно очень важный ответ. Сейчас на остальные вопросы ответить коллега объясню, почему. Значит, Сергий Посадский район, это не отдельная планета. Это часть Московской области, и часть вообще нашей страны. Поэтому и проблема нас в целом в Московской области тоже беспокоит. То есть такое, по-моему, не только тогда, когда мы ходим к губернатору просить деньги на дороге, да, я не знаю, сколько, миллиардов 20-25 за последние 6 лет было губернатором вложено бюджетных инвестиций в Северо-Посадский район. Но, а до этого, наверное, миллиард, это за 15. Поэтому между этим вопросом нет связи. Но я к тому, что вопросы нас беспокоят, в том числе и те, которые на территории области в целом происходят. А теперь я попрошу ответить про транспорт. Уважаемый, значит, по поводу транспорта. Транспорт, расчетный транспорт показан как 125-130 машин в сутки. Объясню, почему. Потому что в соответствии с балансом потоков на предприятие пойдет как транспортный мусоровоз, который собирает непосредственно от жилых домов, так и автопоезда, которые пойдут с сетками по два. Поэтому количество машин рассчитывается из разных потоков. Мы видели два потока. Поэтому, фактически, это получается, если взять 20 часов работы комплекса в сутки, это 6 машин в час мусоровозов, которые пойдут к комплексу. Фактически, получается, что нам дана точка, что дорога подойдет непосредственно к комплексу. Насколько я знаю, участвуем в совещании. Такую дорогу сейчас в МОС проектируют и будет строиться по отдельным проектам. Мы ее не проектируем, но к комплексу планируется и проектируется уже, заказывается, отдельная дорога. Все, что касается дороги, подтверждаю. Дорога пойдет минуя все населенные пункты. Через населенные пункты она подъезжать не будет. Проект завершен, дорога строится. По поводу 125 мусоровозов можете посчитать очень легко. Возьмите калькуляторы. Никакого уранья, ничего. Средний мусоровоз, который будет идти, значит, мультилифт, который едет на сегодняшний день, и был полномерно распределен на оси давления и тоннаж, берет 35 тонн, берет один мультилифт. Значит, маленький мусоровоз, который будет ехать в Сергеево-Пасадского района, берет 8-10. Средний, если брать по количеству машин, где-то будет 20 тонн. 20 тонн умножается на 125, умножается на 365. Получается 912 тысяч тонн. Просто калькулятор, поэтому вам будет понятно, что расчет корректный. Просто цифра, это факты. По оценке воздействия автотранспорта, вернулся к слайду, как Сергей сам следует, и показываю. Вот, смотрите, оценка химического воздействия на атмосферный воздух. Основные источники. Автотранспорт учет. А если посмотреть вещества, вот оксид углерода, это как раз то, что у нас автомобили выбрасывают. Поэтому в данном проекте, в данных расчетах учтено. Значит, смотрите, вот здесь есть такое понятие, как остальные вещества. Свинец попадает сюда, он будет менее процентно. Свинец от автотранспорта не образуется. Методика расчета есть утвержденная. Свинец от автотранспорта не образуется. Значит, что касается дегазации. Я позволю еще сказать, это очень важный факт тоже. Дело в том, что когда мы проводили систему отбора региональных операторов, ставить задачу регионального оператора в течение 2019 года, в тот момент, когда будет завершаться строительство соответствующего объекта, перейти на Евро-4, Евро-5. Все мусоровозы, которые старые, будут исключены полностью из-за ворота. Это требование, которое указано в госконтракте, который исключен с региональным оператором. Машина будет только Евро-4, Евро-5. Там свинца практически ноль. Он там даже не дефицируется. Так, значит, вопрос про дегазацию у нас остался. Пока на линии есть? Да, пожалуйста. Вот в слайде как раз показано, что предусмотрен у нас противофитационный экран геомебрана, система сбора отвода фильтрата, система сбора и обезвреженной утилизации сволочного газа. На сегодняшний день из тех расчетов, которые сделали специалисты, мы предполагаем, что в данном проекте целесообразно использовать пассивную систему дегазации. То есть это не такая, как Александр Борисович сказал, потому что это совсем другой объект. Значит, на сегодняшний момент это пассивная дегазация. Окончальное решение от типа дегазации до работой данного проекта решения мы описали в проекте на этапе 5 лет при подходе к лекуративации. Потому что мы считаем, надеюсь, что наши расчеты подтвердятся, что через 5 лет дегазация данного объекта не потребуется вообще. А тариф на вывоз мусора для жителей Сергеево-Пасадского района будет как-то отличаться от тарифа на вывоз мусора от других районов, которые будут к нам на переработку привозить свои отходы? Спасибо вам за этот вопрос. Кстати, кто? Айсан Борисович или коллеги? Где? Сейчас это важный вопрос. Что касается тарифа, который будет в планах розы. Сейчас Айсан Борисович начнет, а вы потом. Вопрос невероятно важный. Дело в том, что я понимаю, что не в брови, а в глаз. Тариф, все что касается, понятно, будет немного повыше. Мы смогли его удержать в рамках рефля, но он будет повыше в рамках оплаты. Потому что все-таки реформа идет солидная, и капитализация будет на территории Московской области, всей этой системы, порядка 350 миллиардов рублей. И это однозначно повлияет на расчет тарифа для населения. Большую часть, это будет зеленый тариф, который принят в Российской Федерации, перебиваться, его будут платить первые основные категории по вывозу электроэнергии до Урала. Это крупные покупатели оптовой электроэнергии. Но все-таки тариф будет влиять. Значит, губернаторам принято решение, и дано нам поручение в течение двух недель представить решение о том, чтобы тариф в тех районах, которые находятся недалеко от строительства соответствующих объектов, не вырос ни на одну к обеиху. То есть, чтобы он остался на прежнем уровне. Спасибо. Для нас это важно. Дальше будем. Чаплин, Чеховский район. Пожалуйста, возьмите. Подойдите с микрофона. Приготовиться в Харатай. Добрый день, уважаемые друзья. Чаплин Андрей. Я из городского округа Чехов. Да, и у меня есть кто-то зачитать. Замечание Когосу. Я не все помню, кто-то зачитает, но некое. Из прямых указаний приказа номер 372 следует. Материаловоз должны содержать резюме не технического характера, содержащие важнейшие результаты и выводы оценки воздействия на окружающую среду. Пункт 5.1 приказа выполнено в разделе 15 технического задания. Сама по себе оценка воздействия – это процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения о развитии намечаемой хозяйственной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер к уменьшению и предотвращению последствий. Я предоставил эти документы, я сейчас их сдам, и что мне хотелось бы сказать. Исходя из того, что происходит сейчас в Московской области, я сам лично поддерживаю растительность Бургусова и его переработку во вторую сырье. Мы вышли с инициативой, в общественно-российскую инициативу, о принятии этого закона на государственном уровне, ввести, ужесточить законы для физически-юнических лиц за санкционерный свалок и полигонов ТБО. Просит поддержать его, она есть в соцсетях. Что мне хочется сказать. В Кашире я был тоже на публичных слушаниях, аналогичные. Исходя из слов Александра Борисовича Кокина, который сказал, что санитарные зоны со времен Советского Союза не нарушены. Тогда процедура исследований с земли Московской области тоже не менялась. То, что сегодня говорят, в марте месяце туда зашли рабочие, и в мае месяце они вышли, это не исследование, это предварительный освод. Поэтому на такое исследование нужно не меньше года. Минимальное, что должно было сделать, это конвертное забуривание на 140 и более мест. Далее, если взять исследование Советского Союза и наложить на карту Московской области, то у нас промышленных предприятий подобных типов вообще строить нельзя. Исходя из того, что, как Игорь Евгеньевич говорил, что 30 лет назад Советский Союз сделал исследование, я хочу сказать более. Влада Кацарица, Екатерина, вы все про нее знаете, более чем он русский человек, а не была немцей. В то время она сделала вывод, что Московская область не предназначена для промышленных застроек, а именно она должна быть жительницей для ведения сельского хозяйства. Все.